МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня поговорим о платежах, о сколько трендах, которые сейчас наблюдаются в электронной коммерции, которые распространяются у наших соседей, набираются силы, что-то уже появляется у нас. И это немножко затронет и платежи в том числе, но большая часть именно о трендах. Что там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, первый тренд, который, в принципе, все предыдущие спикеры обозначали, это тренд мобильная коммерция, мобилизация вашего покупателя. Что мы сейчас наблюдаем? Что покупатели, а не ваши клиенты, а сервисы взаимодействуют с вами с мобильным устройством. То есть, доля дистопа и доля мобильных устройств, в принципе, уже и поровну. Но что особенно, что до сих пор реальные покупки и то, что клиенты заносят деньги, они это делают своих и дистопных версий. Это ноутбуки или рабочие станции. Почему так происходит? Ну, во-первых, как ни странно, почему-то пользователи удаляют платежам смартфонных устройств. Второй момент. Не все платят мобильные сайты, платежная система адаптирована на мобильные устройства. И третий момент. Тут ребята из Ticketsby. У них довольно большая аудитория покупателей авиабилетов, а также они собирают очень сильную научную аналитику. Как они и рассказывали, довольно часто они видят, что билет убирается днем. Ну, например, у нас девушка съедила кафе, они прийти к нам куда-нибудь. Давайте подберем билетик, а уже вечером, обсудив это еще семейную покупку, взвесить за и против, осуществляется уже покупка, уже непосредственно на Минфуке. Что же нам с этим делать? Ну, во-первых, нужно адаптировать. В принципе, это уже не секрет. Все стараются адаптировать, но встречаются еще некоторые уникумы, которые об этом забывают. Адаптируйте мобильные сайты, ваши сайты-сервисы под мобильные устройства. Это должно быть удобно, без всяких, так сказать, неожиданностей в интерфейсе и так далее. Данная декоративная 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 должна включать не только сам дизайн, а также все процессы, которые связаны с мобильным устройством. Это включая, например, те же последний финальный шаг, который должен монетизировать, приносить нам деньги, это оплата. Оплата может быть, как вот здесь, это переход на платежную страницу провайдера. Но в последнее время мы рекомендуем использовать так называемую ценологию айфреймов, когда сохраняется визуальный контакт пользователя с вашим сайтом-ресурсом. В принципе, это как раз и повышает конверсию оплат впоследствии, потому что, ну, не любят пользователи, когда они уходят в даты, разрывается визуальная связь с сайтом. Например, у вас красивая гамма, там, может быть, одна цветовая, потом попадается на провайдера, и там оказываются совсем другие цвета, и, в общем-то, эта визуальная связь прервивается. Также данная технология, в принципе, это все хорошо работает на мобильных устройствах. То есть мобильная сама страница оплаты, она спокойно перестраивается под данное устройство и пользователю остается очень удобно уже использовать тот инструмент, который у него сейчас есть, делать оплату. Вот это небольшое количество шагов, в принципе, позволит повысить тот процент, который сейчас там будет 20, ну, добавить еще пару пунктов тому, чтобы мобильный пользователь вам начнет оплатить. Но это не очень самое главное. Самое главное это то, что предлагайте вашим пользователям бесшонно, ну, как бы так сказать, удобно переключаться между разными устройствами. Например, чтобы он начинал свое взаимодействие с вами, с вашим сервисом или тренд-магазином на мобильном устройстве, потом спокойно вещи мог продолжить на дистопе и, в принципе, на том же месте, где он остановился. Такой хороший пример – это вот эта технология от Apple Hang-On, Hang-On, по-моему, она называется. Когда я наработаю с документом, например, на одном устройстве, и потом уже спокойно могу переключиться. То есть думайте над тем, чтобы что-то похожее предлагать на ваших сервисах. И тогда конверсия в тех же интернет-магазинах у вас будет намного больше. Также связано с мобильными платежами – это так называемые платежи в один клип. Мобильный пользователь, ну, не хочет, ему неудобно водить вот эти свои дефициты, карты и что-то еще дополнительное, ходить в интернет-банк, когда ему надо сделать оплату на пользу вашего сервиса и интернет-магазина. Поэтому ему удобнее сделать один клип. Нажал – оплатить, все, отлично. Также вот подтверждение этого тренда – это популяризация Apple Pay, Samsung Pay, то, что говорил Александр Георгиевич Сотников из Нацбанка. Эти технологии, по крайней мере, в оффлайне довольно распространенный. Тот же запуск Apple Pay в России показал, что технологиями – право на жизнь. В онлайне пока там процент оплаты не очень высок, но, в принципе, он растет. Очень удобно его использовали, когда подключили к сервису покупки авиабилетов и планирования путешествий, и там на Apple Pay довольно большой процент защищает за платежи. Ну, скорее всего, это и специфика аудитории, потому что, в принципе, те люди, которые часто путешествуют, они все-таки, ну, как правило, у них, скорее всего, окажется устройство Apple. Следующий тренд, который набирает популярность – это так называемые модели софтвара Ассервис и платформа Ассервис. Что это имеется в виду? То есть, если мы раньше рассматривали продукты, например, того же Microsoft Office, в режиме коробочной версии мы купили, и, в общем-то, один раз заплатили, мы пользуемся. Microsoft, типа, менял свою монетизацию. Они предлагают себе тоже пакет офиса в режиме сервиса. То есть, вы ежегодно сейчас начинаете платить. И, в принципе, пользователи уже к этому привыкают, что некоторые продукты все-таки не один раз заплатили пользу, а получают как сервис, который, в принципе, в любой момент я могу отказаться, и в то же время могу платить на тот момент, пока он не нужен. То же самое с известным сервисом Адома. Это продукты Photoshop и прочие. Когда раньше, опять же, дизайнеры один раз покупали эту версию, и дальше пользовались, и компания больше всего ничего не получала. Ну, в случае, наверное, выхода новой версии, тогда я могу что-то заработать. Если мы говорим о BAS-моделях, то это, например, хороший пример. Это Uber, когда машина предоставляется как услуга, или сервис IMB, когда вы можете свою свободную комнату сдать в аренду путешественнику, который приехал, например, в вашу страну, и на этом заработать. Что в этих серверсах нужно подумать, когда вы будете реализовывать, например, такие вещи, это подумать технологически, чтобы те же платежи и осуществлялись у привязанной банковской карты, предположим, к какому-либо другому сервису, в режиме скрытого, а у меня как пользователя. То есть я не должен каждый раз вводить свои кредиты для того, чтобы совершить платеж. Я бы пользовался системой автоматически, меня списала ту сумму, которую я должен оплатить бы. То есть, говоря далее, это так называемый тренд, это невидимые платежи. Кто пользовался Uber? Отлично. То есть вы представляете, когда вы заканчиваете поездку, вы не достаете бумажник, вы не достаете карточку. Максимум, что можно сказать спасибо, до свидания. То есть это имеется в виду невидимый платеж. То есть это удобно расстаться, сказать, со своими деньгами. То есть вот пример Uber и пример последний из того, что он анонсировал Amazon, это Amazon Go. Когда вы просто заходите в магазин, авторизируете себя по смартфону, набираете какие-то товары и спокойно выходит из магазина. Система сама определит, что вы купили и спишет с вашего там привязанного счета эти деньги за счет на покупке. Следующий тренд, который тоже напоминает популярность уже в принципе довольно много в той же Америке и уже в принципе у нас что-то появляется, это когда онлайновые магазины выходят все-таки в офлайн и офлайновые магазины выходят в онлайн. Хороший пример это магазин по продаже одежды. Несмотря на то, что они предлагают много товаров и так далее, пользователи все равно хотят эту одежду попробовать. То есть им важен сам контакт. То есть все равно часть заказа будет делаться в онлайне, но приходить он будет вам в офлайновую точку, этот заказ с улики примерить, например, и его забрать. Если мы говорим о, так сказать, гипермаркетах, то несмотря на то же службы, где доставка, это вам привозят курьер, также есть такая штука, как так называемые продажи маты, так называемые, когда вы делаете заказ в онлайн магазине, и в определенной точке вы этот заказ можете забрать. Ну и примеры наших таких больших ительников, которые, в общем-то, как раз этот тренд поддерживают. Ну это известный вал перед Мамода, это когда все-таки вы заказались в онлайне на этих сайтах, придете вы в офлайновую точку, чтобы посмотреть, пощупать. Ну и е-доставка, когда из традиционного гипермаркета и геороуфикс, они превратились в онлайн гипермаркет. И начали осуществлять продажи своих товаров по интернету. Ну и последний такой интересный тренд, который я хотел бы отметить, это искусственный интеллект, который, может быть, очень часто набирает обороты технологии, невозможности уже позволять его использовать в полную силу, который, может быть, поставлен на службу персонализацией. Что означает персонализация? Я думаю, что вы все знакомы с такой штукой, которая называется видаргетинг. Когда вы зайдя на сайт какого-нибудь интернет-магазина, и вас потом по всем другим сайтам преследуют баннеры этого товара, который вы недавно просматривали. Но чем беда этого всего ретаргизма, это в том, что вы тратите деньги, потому что ваш покупатель уже мог купить этот товар, а вы ему все время настойчиво подсовываете тот же самый товар. Ну, купи, у меня купи, но я это тоже купил, зачем это, оно мне надо. Поэтому нужно обращать внимание, в принципе, тот же битвикс уже представляет такую штуку, как персонализация. То есть самый классный кейс. Вот я сегодня в магазине покупаю зубную щетку, и потом через три месяца мне интернет-магазин писает, что тебе уже пора купить снова зубную щетку. Ну, и, может быть, оправдать мне еще зубную пасту. То есть вот именно это надо стараться в своих интернет-магазинах и подключать, чтобы увеличить конверсию количества продаж. То есть пользоваться приятно, когда ему делают персонализированные предложения, которые не до 100-500 вариантов, а именно то, что ему сейчас на данный момент важно. То есть, например, узнать сервис «Квитки». Когда он присылает свое письмо о том, что у нас там с десяток другой мероприятий, я не понял, что он хочет продать. То есть мне нужно вдумать. А пользователи они не хотят примык. То есть им надо предлагать минимум. Лучше всего один вариант. Тогда вероятность того, что будет совершена покупка очень высока. Спасибо. Готовы ответить еще какие-то вопросы? Может, еще какие-то есть? Хотелось бы узнать, будет еще трендных. Спасибо.